здравствуйте дорогие мои друзья ну сегодня видите такой тихий но мрачный мрачный день и печально я вот наблюдаю знаете вот эти сейчас теракты во франции и конечно там мы все возмущены кто-то возмущается тем что как же так вот эти люди молодые люди ну совершают такие зверские преступления кто-то возмущается что значит так и должно было быть то есть они ради веры это делают на самом деле прикрываться верой в таких сам в таких вещах ну естественно недопустимо потому что никто из по настоящему пророков святых людей не призывает к таким вещам чтобы не было чтобы эти люди там как бы они не кощунствовали призывать вот к уничтожению общем ни в чем не повинных людей ни один пророк не будет потом уже найти как как и христианские так и мусульманские святые пророки потом их уже могут трактовать какие-то люди найти как пытаться самим говорить языком бога ну понятно дело что за это за это эти люди вряд ли попадут какие-то там замечательные верхние миры считаю что таким образом путем убийства терактов они могут возвысить возвысить веру поднять веру в людях нет это все проявление демонический там где нужны жертвы там сразу запах демонов ну естественно вот эти теракты конечно не случайно найти по всему миру все время вот эта борьба с терроризмом это на самом деле борьба со спецслужбами потому что большая часть вот этих проявлений этих терактов ужасающих взрывов резни вот этой это же спецслужбы друзей мы это они пытаются оправдать свое существование увеличить финансирование прикрыть все опять чтобы мы за вас охраняем мы вас охраняем на самом деле эта охрана превращается вот в эту на эти волки которые вроде как стада защищают и выдергивают из нее по овце и сжирают то есть такая охрана все мы прекрасно знаем люди знающие видящие кто стоит за всеми этими терактами и у нас и там разные вот это спецслужба у нас там свои вот эти мерзавцы которые вместо того чтобы служить и защищать настоящий девиз который должен быть служить и защищать они уничтожают уничтожают и боятся за свою власть потом находят каких-то вот людей странных молодых людей либо угрозами либо при ну реальным зомбированием часто магические мистические методы используются что человеку внушается ли это могут могут запугать родственниками еще какими-то вещами запугивают и достигают этого эффекта потом идет борьба а под эту борьбу уже метут людей нормальных инакомыслящих чтобы упрочить свою власть сейчас кто там стоит за и за этим терактами во франции может быть это ирдокан который там решил создать свою эту османскую империю вместо того чтобы ну нормально как говорится сделать жизнь в турции нормально счастливый развитый он пытается так сказать свое влияние и на египет и на сирию и на азербайджан с армении распространить и на на крым и на области он он захватил бы все но хватит ли у него на эту пороху и будет ли счастлив турецкий народ нет кажется до империи империя с новой османской империи а для этого кто-то значит возмущается он там его спецслужбы могут действовать во франции поцелая вот или вот этих в принципе несчастных людей которые теряют совершают убийство и сами губит свою душу на этом сами считая что делают благое дело святое дело на самом деле падают в нижние миры поэтому знаете вот нужен контроль по всему миру нормальный контроль над спецслужбами чтобы они были открытыми открытыми чтобы действительно служили защищали и ловили мерзавцев которые конечно есть в этом мире конечно есть и убийцы и злодеи насильники но когда спецслужбы правоохранительные органы занимаются не борьбой с этими людьми не попытка их там найти задержать остановить их эту а занимаются вот своими этими играми отвратительными вонючими играми когда они сами организовывают вот это вот трагедии а потом сами же их расследуют и это происходит друзья мои по всему миру и мы это можем наблюдать посмотрите что вокруг все эти мазана одним миром все эти спецслужбы и нужна конкретная чистка нужно вот по всему миру привлечь их к ответственности станет чище спокойнее дышаться потому что во многих спецслужбов заселились откровенные паразиты паразиты убийцы и мерзавцы других слов не может быть это те кто делает наш мир не самым благоприятным местом в этой вселенной и они должны поднести ответственность то что они рассчитаются за это после после как говорится свои кончины и души пройдут пройдут все уроки это понятно но нам это не значит что мы должны ждать что там так сказать там там с ними рассчитаются не друзья мои мы должны сами открыть глаза и понять чего нет чем они занимаются пытают детей там и найти составляют вот это вот там какое-то новое величие там придумывают высасывают из пальца потому что по-настоящему ловить настоящих злодеев у них нежелание не талантов невозможности нету а вот и даже сфантазировать они этого не могут просто даже сфантазировать это все сделано топорно грубо опять же вот это вот гордыня важность и мерзость и печально что страдают от этого действительно невинные люди хотя вы скажете ничего случайного не бывает в чем-то да ничего случайного не бывает но это значит что сила сила неба должна наше осознание должно мы должны понимать и говорить с вами откровенно что мы хотим действительно нормальных расследований чтобы нормально не то что потому что их уже нету нету этих каких-то аналитиков все делается грубо топорно это нужно остановить остановить по всему миру не только наши потому что да и американцы такие же и израиль и его спецслужбы и конечно там эрдоган и саудовская аравия ну там перепето не хватит клеем на всех ставить все это не те кто служит и защищают это те кто убивает и насилует и создают эти ситуации их руками большинство злодеяний в этом мире происходит то есть но по-настоящему террористами похоже являются те кто борется с ними есть силы которые нам противостоят есть есть хотелось чтобы они были официальными чтобы был контроль контроль общества вот контроль общества хотя бы чтобы это было понятно не каким-то мерзавцам которые из этого дивиденды извлекают во всем нам что мы понимали что мы под защитой чтобы спецслужбы действительно восстановили свое имя для этого нужно их как следует почистить чтобы фсб было действительно реальной службы по защите территории по защите страны и граждан они кучки мерзавцев и негодяев чтобы полиция или там милиция как ее не называть было было они вот этими живодерами и формалистами еще хорошо вот эти вот сутяги которые там заявление напишите заявление а мы его под сукно положим и там вскрывали к этой как его дома и вытаскивали там за арестовую людей которые там с плакатом с пикетом стоят с каким-то справедливыми совершенно безобидными требования а ловили действительно бандитов убийц разбойников преступников они сами организовывали эти банды вот это важно поэтому у нас то вообще в это стране в беда что во всем мире это так тоже тоже эта схема везде одна то есть эти службы служат власть имущим часто отвратительным мерзким людоедом и совершен с поэтому превращаются в таких же мерзких людоедов которых земля это уже не носит не носят земля них 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 самих не них них потомков и я встречаюсь с этим ох как часто вот с этими последствиями что эти люди не знают что творят а потом у их детей многие не носят гниют вот так бывает за все признать и за все придется рассчитаться и не значит что этот расчет будет когда-то он происходит каждый день каждую секунду грустно ну друзья мои тема тема сложная не знаю может быть даже и не выпустят ее там заблокируют скажут что ты клевещешь на таких людей клевещешь на этих а вы посмотрите на их лица просто посмотрите это не наше дело типа что они делают не наше дело это секретно наверное наверное отчет у них тогда не получается с этими секретами все друзья мои пока